Моя мать рано овдовела, и в свои восемь лет я попал на воспитание к деду. Матери было не до меня, ей нужно было устраивать личную жизнь. Вот найду тебе новую папку и обязательно заберу тебя к себе. А я никак не мог понять, зачем мне новая папка, мне и с матерью было хорошо. Наконец с дедом познакомишься. И вот через несколько дней мы с матерью стояли на пороге его просторной избы в таежной деревушке. Дед никак не ожидал появления своей заблудшей дочери, да еще и с таким прицепом, как я. Мать давно уехала из родительского дома и скиталась по стороне с одной стройки на другую, пока не встретила моего отца. Они расписались и жили в небольшом районном центре. С родителями мать общалась, только когда в ее жизни случались знаковые события. Замуж вышла, внук у нас родился, назвали Вовкой. Потом не стало бабушки, мать полетела проводить ее в последний путь. Вернулась из дома мрачная и молчаливая, поругалась с отцом. С тех пор они не виделись и писем не писала. С тех пор прошло пять лет, и вот сегодня такой сюрприз. Дед, Лев Иванович, долго смотрел на нас с матерью, а потом подошел ко мне и обнял. Езжай с Богом, за мальчонкой присмотрю, уму-разуму научу, воспитаю как настоящего мужчину. Отец, я за ним обязательно приеду, сказал дочь. Дед только ухмельнулся. Видимо, что-то знал и предчувствовал. Это был последний раз, когда я видел мать. Где она и что с ней сейчас, я не знаю до сих пор. Да и знать не хочу. А может даже и лучше, что она отдала меня деду. Дед для меня стал целым миром и вселенной. Он заменил мне сразу и отца, и мать. Он был для меня наставником, другом и учителем. С дедом мне было так хорошо, как ни с кем и никогда. Как-то дед пошел в лес прогуляться, а вернулся оттуда не один. Смотри, Вовка, какого я тебе зверя принес. Принимай, будет другом. Малыш попал в лисий капкан. Просидел он в капкане без еды и воды. И лапка поранена. Будем лечить его, согласен? Сделали маленькому волчонку протез к лапке из небольшой веточки и приладили к лапке. Обработали перексию и забинтовали. Прошел месяц, лапка зажила, потому что ухаживали за волчонком хорошо и кормили сытно. Целый год прожил волчонок у нас с дедом. Он заметно вырос и все чаще засматривался в сторону леса. И вот однажды волчонок пропал. Я очень скучал по своему другу, но благодаря деду понял, что так лучше для всех. Особенно для Сергу. Так мы с дедом назвали волчонка. Время шло, и вот как-то раз около калитки мы обнаружили раненого волка. Это был наш волк, Сергу. Но на этот раз мы с дедом не смогли помочь ему. Серга не стало. Зима темнеет рано, а в лесу от снега светло. Даже хватает слабого света от звезд, чтобы не потерять направление во время охоты. А со зрением встретиться я не боялся. У них и без меня забот хватало. До деревни километров пять. Через час буду на месте. Но я упорно шел, несмотря ни на что. Километр через три понял, что заблудился. И стал себя последними словами ругать. Но было уже поздно. Через повальное дерево я споткнулся и полетел куда-то вниз. Я угодил в глубокую яму. Хорошо, что еще карабин не потерял. Боль в ноге была невыносимая. Что делать я не знал. Мороз был сильный, и пока хватится, что я пропал, Пройдет не менее чем три часа. За это время я замерзну. А мороз скрипчал с каждой минутой. Я несколько раз пытался выбраться наверх. Но у меня ничего не получалось. Я снова падал на дно ямы. Теплое течение подхватило. Мое легкое, как пушинка, тело И понесло куда-то в бесконечность. По млечному пути. И я раскинул руки и отдал снежной и ласковой волне. И вдруг всю эту идиллию нарушил Серго. Он укоризненно качал головой. И я очнулся от этого сна. Как же я мог уснуть? Я очнулся и, собрав все силы, начал выбираться из ямы. Мне никогда не было так тяжело. Но я собрал все силы и выбрался. Вскоре я увидел между деревьями огни деревни. Дед ругал меня, говоря, Какой черт тебя понес через бурелон? Срезать, видите ли, он хотел. Дед зло передразнил меня. Дед, а ты и Серго спасли меня сегодня. Я всегда видел только вас перед собой. И вы мне помогли выйти из леса. Не увидел же я свою мать в этом сне. А увидел деда и верного друга волчонка. Вот и думай, и делай выводы. Кто в жизни дороже? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!